бах это у нас что вилка вилка для проекта командир спидон который я вот недавно начал собирать ну как начал рама пришла и это наверно может быть второе видео которое будет посвящено этому проекту потому что путь проекта 2 если кто не знает гравийник и нтб хардтейл соответственно до 60 тысяч это у нас вилка на лео стоимость там 9000 по моему или 8 в зависимости от продавца на алиэкспрессе на озоне почему-то цены сейчас очень прям приближены и одинаково что на озоне вот смотрела на 100 8 500 даже 8 общем просто заходим ссылка будет ниже в описании на алиэкспрессе по крайней мере это точно есть что на зоне бывает просто пропадает продавец и все так что давайте откроем посмотрим что внутри коробки внутри вилки вилка кстати уже маленький такой нюансик была уже на распаковке в принципе на разборке и почему я взял на на него потому что она наверно самая такая самая простая вилка которую можно было взять с учетом того что здесь должны быть эти фоновые башни будут они здесь или нет так что поехали в зависимости от модели вилки а именно под ось или под эксцентрик она будет соответственно меняться и соответственно под ось будет чуть дороже просто чуть дороже это я брал с пятнадцатой осью под 100 миллиметров то есть не бустовая даже потому что и проект подразумевает бюджетный и поэтому бустом здесь как бы не должно было пахнуть так а запаковано кстати нихера себе прямо вот эти двойные скобы хрен оторвешь да ну в принципе можно тогда наверно с одной стороны открыть а именно вот так это на работе лучше всего так коробку коробки все в коробке все больше ничего так есть опорное кольцо якорь опорно это у нас для конуса только не помню зачем если когда вы берете каретку обычно вот это опорное кольцо у вас есть комплект лучше по не положили проставку наверно для прямого штока хотя в принципе она мне не нужна ну то что есть это уже хорошо пока что вообще прям вообще на уровне даже есть пластиковая такая вот хрень на для оси так ось сделано по типу хотел сказать как на сантуре наверно да но нефига не никак на сантуре что здесь не цанговая сделано по типу блин я даже не знаю на рокшоке не такая ось тоже то есть ну гайка получается самом дропауте и сама собственно ось ось самое главное сколько должно быть 15 жена до 15 миллиметров на 100 а знаете какой прикол прикол а прикол здесь не 100 а 98 и 3 то есть или же вилку немного сжала при транспортировки хотя коробка была целая ну сейчас я еще кстати попробую и пожмакать просто пожимать как она будет вообще сжиматься изначально может тут у нее вообще все плохо будет ее там повело как-то не туда куда надо так что сейчас будем смотреть разбираться следующий параметр это вес сколько весит вилка так и зацепиться мне но не надо вот эту штуку загорелла вес 1890 1890 грамм с осью это легче чем брать например сантур который будет два чем-то весить и тот же рокшок рекон silver который два с половиной килограмма ли даже джуди который там тоже два с чем-то килограмма весит так что по весу в принципе отлично что дальше у нас тут по крутилка так это воздушно-масляная как если вдруг то вы так и не понял здесь вот air скручиваем ниппель шредер крутилка кстати с несколькими щелчками но не факт что это конечно туда будет в с плюс как написано ну сейчас дальше еще попробую пожмакать но самое главное почему ее взял потому что она с крутилкой отскока именно скорость ее надеюсь она вообще будет работать то есть крутилка будет не просто так для балды от балды тут прикручена а именно будет работать и конечно же сейчас дальше в этом видео я хотя бы разберусь сниму штаны посмотрю что здесь за башню а ну и конечно у нас есть колечко которым можно регулировать ну как не регулировать а отсматривать ваш сег например вы накачали то вилку по 20 пока доселе поражалась вилка все у вас там так казал пример чтобы это было проще делать самому вилка кстати 120 миллиметров хода на длину хотел сказать мэйд но нет это не мэйд мэйд у меня кстати было да на обзоре а это на лево x7 про буду сейчас под съемки чего делать показывать что тут как она называется то есть это не мэйд так даже так немного масла тут снизу кстати есть именно даже не масло как смазки ходу немного подтекло крепление для хомутик для башки тормозной или же гидролинии в принципе все что еще можно сказать конусный шток в горилле есть отверстие с резьбой на которую можно накрутить вкрутить туда винты и присобачить крылышко наверно какой-то так что ну хреново по простому сюда можно поставить просто какой-нибудь болотник там 100 рублевый грубо говоря и не париться с этими винтиками ноги здесь кстати 32 миллиметра что написано кстати с 32 но надо что надо конечно замерить до 32 так что что теперь просто разберу посмотрю что внутри а ну и пожмакаю и посмотрю как она вообще сжимать что 98 как бы маловато короче по мере возможного я могу показать как она сжимается то есть это сейчас полностью открыто и даже я заметил что в abs плюс немножко как бы работать крайняя крутилка это конечно у нас все блокировка просто вообще там может на миллиметрик реально на миллиметр сжимается но когда я откручиваю чуть-чуть то реально тут создается некая компрессия потому что нажимается вилка уже более туго не так когда открыто полностью на на всю и также кстати с отскоком вот сейчас был на максимум открыт теперь я закручиваю на предел плюс слушаем и смотрим то есть здесь понятно она будет шипеть как не в себя но здесь реально отскок даже рабочий и компрессия более-менее рабочий блокировка рабочие то есть вилка за 989 тысяч как я считаю это вообще прям подарок ну а теперь откроем ее первое что нам перед разборка надо что спустить в воздух все спустил и даже блин тут даже масло есть пальцы как минимум жирные отлично так далее крутилка отскока шестигранник на двойку нет на полтора даже так есть далее шестигранник на 5 откручивается против часовой принципе стандартная резьба но видите какой прикол часто мне спрашивать что делать если не откручивается сейчас повезло открутилась если не откручивается вам просто нужно вилку сжать чтобы шток уперся в штанину тем самым вы смогли потом выкрутить данный болт болт есть и теперь ключ на 10 наверно торцевой вилки так это разбирать почему потому что вот вот это вот шляпа под названием винт гайка который вроде 12 до торцевая головка 12 хорошо все идеально подходит но когда я в я ставлю головку она просто у меня упирается в вот этот кусок алюминия то есть она не не захватывает все грани как полагается так конечно поставлю будет нормально поэтому приходится и извращаться такими инструментами так ну и теперь снимаем штаны смазка 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 тут есть маска тут тоже есть маска уже хорошо и да здесь металлические башни и офигенно единственное колечки надо пропитать маслом потому что они не в масле ну как и в предыдущей вилки которая на англио мэйт здесь она просто смазки то есть не получается колечки не пропитанным маслом а пропитаны помазаны смазкой так что сейчас просто еще побрызгаю туда масло на колечки не можно будет собирать вот собственно сами вашему надеюсь видно как могу подсвечиваю то есть один здесь находится и один дальше был уже утоплен по размеру где-то наверно полтора сантиметра на глаз смотреть ширина данного башенка то есть я думаю вполне себе норм запрессованы они видимо были просто на смазку которая была все это потом и смазана в принципе туда же никаких никакой стружки в теории должно не должно даже быть ну что я ехаю вот смотрю там просто чисто чисто все просто чисто почему потому что она не в масле если было бы в масле она все сливалось бы и непонятно где что где стружка есть где ее нету просто ее тут как говорится и нету далее к штанам вернемся это простая конструкция демпфер у нас не разборной соответственно простой вот такой вот так в теории его даже разбирать не надо потому что если он у вас сломался вы просто менять и замеряйте длину самого длины штока самого корпуса и менять она аналогично так вот здесь что-то тут непонятно сделано как-то какие-то витки чего-то чего-то были насчет кстати ох да 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 то есть здесь настолько она прям шершаво-ребристо сейчас скажут ой все угробишь резиночки поцарапывает порвет и масса подсчет тут во первых масла нету течь нечему во вторых это вилка не предназначена на какие-то длительные такие супер и жесткие долбилова чтобы там она постоянно работала так вот об кромку терла там терла потом протерла нет эта вилка чисто знаете как прогулочная считается потому что никто в здравом уме не будет на ней там что-то экстремальное вытворять или же катать например там десятки тысяч километров просто такой ресурс у вилки я думаю но это реально вот потолок 10000 и вы просто берете менять и на новую аналогичную к примеру пропитывал маслом вилочным собственно поролонки кстати еще раз замеряя расстояние у нас составляет уже 99 миллиметров вместо 98 которые были в начале видео по идее когда поставится колесо и на этот миллиметр она опять раздвинется будет ровно 100 как полагается и соответственно само шасси должно нормально функционировать и может даже полегче с трагиваться но это все в догадках и в теории в принципе того усилия которая затяжкают этот ключом тут буквально чуть-чуть надо в принципе хватает даже в принципе не нужен какая-то адская сила чтобы закрутить данные штанги к штанам единственный совет когда вы собираете вилку тоже ее сжимайте закручивайте с сжатом состоянии папирой конечно будет лишняя смазка масло выдавливаться с вилки поэтому тоже совет мой возите какую-нибудь там кусочек тряпки чтобы это все протирать так ну и по таблице что тут по таблице качается у нас на 77 килограмм это будет 60 90 пси так качну я 80 просто 90 то что-то мне кажется вообще до хрена вот получается вот эти вот остатки нам не нужно протирать потому что на них будет попадать пыль грязь песок и это все может повредить потом дальнейшем ваше покрытие вот этих вот самых красивых ног ну вот так уже будет примерно уже примерное очертание как выглядеть вместе с рамой данный проект названием командир спидон с рама speed one commander и вилка нанлио x7 что-то там про x7 про то есть ход 120 миллиметров принципе для этой рамы 120 потолок больше уже и не нужно и не надо чтобы ничего плохого не случилось поэтому вот такая вот рама такая вилка в бюджетном варианте это прям вообще бюджетно бюджетно дешевле только наверное не знаю на просто алюминиевую вилку поставить или сантуры xкм за 4000 и соответственно уже велосипед будет не на осях если раму дешевле взять и уже не внутренняя проводка в общем это вообще вообще бомжевел уже тогда бы хотя и это можно сказать уже наверно по нынешним меркам бомжевел потому что цена 50 60 тысяч это как бы для велосипеда сейчас ни о чем так что как вы думаете пишите об этом ниже в комментарии на этом все с вами был андрей канал китай вильт не забывайте подписаться ставить большой палец вверх и делитесь этим видео с вашими друзьями всем удачи до новых встреч пока